Вы все видели что да? Привет друг с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet в МТА, все как всегда сервер номер 2 и сегодня как вы поняли по названию папе ролика мы будем смотреть новое обновление 3.27 поэтому не затягиваем начало готов что-нибудь вкусненькое я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра погнали ну а если ты еще не играешь на CCD ссылочка в описании заходи чё ты как не родной как мои два глаза ну что ребят по классике давайте сначала пройдемся по чинжлогу все тайм-коды есть внизу и на ролике перематывайте куда вам интересно сначала пройдемся по чинжлогу а после чего поедем смотреть как это все реализовано в реальности поэтому погнали чинжлог знаешь первое что же было добавлено была работа на нефтяных вышках нам нужно добраться на лодке до нефтяной вышки загрузить бочки с излишками нефти и доставить их точку разгрузки это суть работ будьте осторожны далеко не все владельцы вышки считают что эти излишки мне нужны короче что-то там будет сложного регулярные поставки нефти откроет более быстрый транспорт с большой вместительностью для работы вам потребуется права на водный транспорт всего на карте 5 вышек и каждая из них соответствует свое место начала работ добавлена работа курьера ваша задача получать заказы со склада и доставлять их клиентам для работы вам потребуется личный автомобиль имеется возможность работы во всех трех городах сан адреса добавлена возможность смены двигателей в авто вот это уже жестко смена двигателя значительно влияет на технические характеристики авто производится в магазине тюнинга герон ну который волос вместе с двигателем можете меняться и его звук а также добавляться от стрелы выхлопа вот это уже интересно вот что можно запихнуть в акул двигатель из шарона было бы интересно добавлены новые ежедневные задания прокрутить рулетку спасти 10 людей отыграть три часа оторваться от полицейских спасти утупающих преодолеть тысячи километров на личном транспорте и так далее обновлен дизайн автосалона добавлена возможность получить номер украины казахстана беларусь а также выбирать регион в этих странах наконец-то они добавили эту возможность обновлен аукцион контейнеров обновлен список автомобилей которые могут быть получены из контейнера порт может предложить более выгодный контейнер если ему понравится набранная игроками ставка ну и добавили там куча исправлений теперь самое интересное что же по транспорту добавлено audi rs6 c7 bmw семерка g12 honda s2000 lexus lfa и land cruiser 200 можно сказать что это обновление это возвращение старых друзей потому что все эти автомобили были где-то в году шестнадцатом семнадцатом на этом сервере а потом их убрали но из-за того что сейчас разработчики сиди взломали сан-андрес можно так сказать на не ограниченное количество автомобилей теперь можно вернуть старой друзей на m3 f80 добавлен тюнинг на x5 m f95 добавлен тюнинг на джеско добавлен тюнинг на corvette c7 исправили модельку до charger рт старый который увеличена максимальная скорость ferrari 488 исправлена физическая модель наверно скорее всего из-за винила что нельзя нанести на крыло один винил если вы не видели можете зайти по ссылочке в описании мы продавали ferrari 488 в предыдущей серии всего лишь за один кристалл цешка 205 исправлен капот в комплектах приор в банане 218 мы вновили заднюю оптику исправили модельку 918 spider исправили модельку калинан исправили заднее стекло и супра 90 исправили дверь в комплекте varis ну и также добавили пару дисков ну что на этом чинжлог все погнали смотреть теперь самое интересное а если у меня право на водный транспорт что-то мне подсказывает что их у меня нет а посмотреть как их посмотреть на г на f на джей а панель анимации нет и не могу посмотреть а я не помню если у меня или нету пацаны я хоть и игрок на ccd plant с большим стажем а это почти 6 лет были смотри как прикольно иконки мигает впервые это вижу лол короче нам надо вот сюда на право сдать поехали а кстати вот и первая нефтяная вышка вот как то так она выглядит но как начать работу где арендовать транспорте без понятия у нас тут еще гитар стоит и так понимаю популярность этого места как-то резко выросла 100 тысяч рублей постоянные изменения 2015 году охереть все-таки на водный транспорт я здесь не сдавал или сдавал не если бы сдавал и все с не смоги наверно сдавал на в шестом сервере когда мы с вами рыбачили ладно это будет долго мы приближаемся надеюсь до успешно сдали экзамен на лицензию для водного транспорта идеально знаешь что у нас нефти вышки выходим ох ебать вот это конечно менюшка значит нас даже есть ежедневные задания повязаны с этой работой до следующего уровня 50 работ поставлен на бочек общий доход доставить 25 бочек 100 бочек проводить один час на рабочем водном транспорте добыча нефти вода с андреса становится все популярнее каждый мечтает хорошо заработать поэтому арендуйте транспорт отправляйтесь до ближайшей нефтевышки загрузить бочки доставьте до точки выгрузки бсб начать смену значит у нас вот эти катера откроются после уровня до вот второй уровень четвертый третий нормально 15000 рублей за час 6 бочек и так понимаю этот катер может нести мы погнали за нефтью 960 метров самая ближайшая текстурки назад а просто на бочку заехать и а и чтобы начать процесс погрузки антира себе о текстурочки появились нормально пацаны попрошу еще раз кто играет на планета больше меня кто реально шарит помогите настроить гита не знаю почему-то у меня последнее время все на си сиди стала в лесенку прям реально в лесенку и как-то подфризивает немножечко знаешь а куда доставить надо все рабада они просто на пирса понял знаешь что мы приезжаем в то самое место и чтобы начать процесса выгрузки окей это так просто бочкость нефти доставлено получено 6228 рублей на это так понимаю 6228 рублей именно за одну бочку а и за 6 бочек которые может перейти на скатер то за 20 бочек если со следующего уровня мы будем получать много больше а именно 20 тысяч семьсот шестьдесят рублей за один заход ну и катер нас будет быстрее ехать в принципе выглядит как имба а даже здесь погрузку можно начать понял вокруг нефтевышки вот этой везде 800 метров а как я тебе стоп-су-стоп а как я тебе туда попаду для серьезно оплывать да не все так просто как оказалось выгружаем просто куда-то на пляж даже не пляж просто берег под завод а теперь уже семь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей в зависимости куда мы везем ладно когда не все так просто рил вот то что катер надо побыстрее это сто процентов например я не захотел работать вот не захотел вот надоело вот захотел съесть бутерброд я хочу закончить работу не даст это сделать дадут вернее 12 бочек доставил заработал 14 тысяч уволец все прогресс сохранился имба работа делайте пока не пофиксили так диспетчер курьерской службы это наша вторая работа именно доставщиком 250 километров на работе 5 заказов с 5 заказа в сф начинаем смену вы начали работу курьера подъезжайте к дверям склада задним ходом вчер он невозможно начать работу на транспорте в котором они открываются багажник ебать давай тогда передам а передам нельзя понял неприкольная работа ладно давай на и 36 о по Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это насыпали мне туда. Товары загружены. Отвезите их получателем. Погнали. Так, а первый получатель это здесь или это склад? Это, наверное, склад, да? Ну, погнали сюда. Значит, первый получатель. Вы добрались до точки доставки. Достанете товар из багажника. Отнесите его у покупателей. Что там покупать? Там навоза накидали мне. Так, ешь, чтобы достать товар. Бац. Кроссовки? На приколе или что? Какие кроссовки без того говна, который мне вылили просто в багажник. Так, второе место. Отнесите получателю, давайте. Опа. Бац. Коробочка, бац. 4 тысячи. В прошлом месте нам дали 5 тысяч. Не, я уже могу сказать, что это намного выгоднее работа и намного прикольнее. Потому что это связано, во-первых, с твоим транспортом личным, на котором ты можешь кататься, да? Это во-первых. А во-вторых, ты зарабатываешь намного больше. Конечно, сюда можно прописать еще то, что ты тратишь на бензин, на штрафы. Но я думаю, можно как-то избежать этого. Ну, штрафов-то можно избежать, но вот бензина никак не убежишь. Ну, и не особо дорогой. Один заказ фуллбак заправил. Все, 7 тысяч получили. Что, опять на склад ехать? Вы доставили все заказы, возвращайтесь на склад. А есть коллизия? Есть. Понял. Ладно. Очередь, так очередь. Давай. Там, кстати, три посылки залетели. Видели? 2 тысячи за заказ? А почему так мало? Наверное, из-за того, что близко ехал, да? Ну ладно. Вот здесь 5. 5 700, угадал. И 8. 12. Неплохо. Вы доставили все заказы. Ну, я понял. И так по кругу, короче, пацаны, возим. Но вот эта работа мне понравилась немного больше. Во-первых, на своем транспорте. Во-вторых, больше зарабатываешь. Поэтому определенно ставим ей лайк. Вот на такой тачке нужно ездить, а не на такой, как у меня. На такой, как у меня, надо ездить только боком. 38 тысяч мы заработали за 6 доставок. Забрать деньги. Так, ребят. Нам сказали, что мы можем свапнуть любой мотор в любую тачку. Так что давайте заедем. Вот так, кстати, у нас появилась иконка мотора. И я так понимаю, вот двигатель. 2JZ GTE на E36 мы можем впихнуть. Или S63 4.4, N63, 2JZ GTE и все. Ну давайте. Так у нас кристаллов до пизды очень много. Поэтому давайте откроем и будем надеяться на S63. Который добавит плюс 20 в максимальной скорости. Открыть. Спасибо. Мечтал. Окей, если по E36 так, тогда что я могу впихнуть в акул? 100% какой-то мотоциклетный мотор. Возможно, шестнарь. Прикол, что-то такое интересненькое. 21, 21, 3, 1,7. Это Нивовский мотор, если я не ошибаюсь. 1,7. Шестерочный, расточный. Окей, тогда что я могу выбить отсюда на нее? Двенашки. Шестнарь. 1,5. Восьмиклоп. 1,7 Нивовский. И все. Давайте я тоже открою. Будем надеяться. Та заебал. Да и нам что-то нормальное. Тогда давайте вот это хотя бы. Или продадим. Да нет, плохо. Давайте продадим. 65 тысяч. Итак, ребят, мы с вами быстро переместились на CCD Planet номер 6. Именно на шестой сервачок. Потому что на втором сейчас почти фулл забитый сервак. Все грузят обновления. У всех все фризит. У всех все не прогружает. Поэтому я зашел на шестой сервак. Здесь всего лишь 120 людей. Все тихо, спокойно. Поэтому давайте досмотрим удаление именно здесь. И посмотрим на новые автомобили. И охереть, я вам скажу, новый худ автосалона. Прям очень охеренно выглядит. Конечно, выглядит как какой-то ну барпа теперь. А не как все сидели. Ну да ладно. Мы теперь вверху можем выбрать цвет из предложенных. Либо свой сделать. Похвально. Наверное, когда нажмем купить авто, именно тогда появится кнопка выбора регион. Но мы сейчас сюда заехали не за этим. Мы заехали посмотреть на Audi RS6 в C7 кузове. 8,5 миллионов она стоит, а автомобили наконец-то теперь пишется максимальная скорость и топливный бак. А именно 290 и 65 литров. А кстати, что по новой? Так же? А бак у нее немножко поболее. Не, ну старые же, конечно же, получше, нет? RS6 ебашит. Салон японских автомобилей. Покажите, что у вас здесь изменилось. А именно, это появилась новая Honda S2000 с большим количеством тюнинга. Кстати, теперь возле новых автомобилей, которые добавляются, появилась плашечка New. Значит, данный автомобиль есть 219 км в час, 50 литров в бак. Но это не важно, потому что это, во-первых, кабриолет. Кстати, вроде, ну похоже, да? Есть какая-то конструкция, как будто крыша может подняться. А давайте на тест-драйв возьмем. 3 минуты 12 тысяч, посрать. И посмотрим, поднимается ли крыша или нет. Еще бы вспомнить, на какую клавишу. Но стекла это опускаются. Но вот крыша вроде на N английскую. Но нет, не поднимается. Может, где-то в тюнинге можно как-то ее поднять, но пока здесь не открывается ничего, к сожалению. Автосалон Toyota. Заходим. И встречаем наших старых добрых друзей. Это Lexus LFA, 360 тысяч долларов. Когда-то он был на CCD Planet, где-то в году 16-18. Его потом убрали, потому что он, к сожалению, не пользовался популярностью. Хотя автомобиль охеренный. Я его 100% прикуплю в следующей серии. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. Едет 343 км и чая. Но я смотрел в чат, как бы это ни звучало. Пацаны, которые купили Lexus, сказали, что он едет 360. Типа сток. Почему здесь 343 написано, не без понятия. Можно еще сюда тюнинга накинуть. Хотя какой мотор сюда поставить еще круче, я даже не знаю. Потому что здесь стоит V10. Не знаю. Land Cruiser 200 появился. На тюнинге очень много тюнинга. 210 он едет. 78 литров багажник. Почти пол сервера сейчас едет на крузаках. Всем этот автомобиль зашел. Посмотрим, что там далее будет. Ну что, последняя остановка. Остановка в конкурентах. BMW. Смотрим на новую. G12. Которая уже не новая, а старая, конечно. И она опять не будет прогружаться. Антенна приколит. BMW. G12. Хоть она и старая, это предыдущее поколение. Но выглядит серверно охуенно. Согласитесь. Соглашусь. Но все-таки я предпочту Мерседес здесь за сторонкой. Более крутой, что ли. Более по душе, чем G12. 280 и 78 литров баг. Длинный, шо капец. А стоит 12 миллионов. Какие цены маленькие в шоке. Я привык всегда там по 18, по 20, по 30. Здесь 12, там 8. Ну что, ребята. У меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос получился. Вот такое вот новое обновление на СССР. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Пиши в комментариях, как тебе оно. Успел ли ты уже что-то прикупить. Ну, с тобой был Эбон. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok